Сезон арбузов и дынь стартовал. Их уже продают на рынках и в супермаркетах. Однако возникает вопрос, можно ли есть полосатую ягоду в начале июля и при этом не отравиться. Об этом поговорим в студии. А у нас в гостях Ольга Рузанова, исполняющая обязанности заместителя начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот лично мне кажется, что арбузы в частности, которые продают сейчас, выращены в неестественных условиях. Потому что все же, наверное, погода неподходящая. Значит ли это, что в них много химии или, как даже некоторые говорят, красные они, потому что там краска? В этом году сезон только начался, поэтому пока исследования мы не проводили. По итогам предыдущего года могу сказать, что ни в одной исследованной пробы превышение содержания нитратов, пестицидов или иных каких-то показателей безопасности не установлено. Мы год от года говорим о том, что небезопасно приобретать арбузы дыни у дороги. Так ли это и чем они опасны? Конечно, ни в коем случае не следует приобретать арбузы дыни, либо какую-то иную плодовощную продукцию в торговых точках, расположенных у дорог. Такая продукция очень легко впитывает вредные вещества, пыль и, соответственно, может послужить причиной возникновения каких-то заболеваний. Кроме этого, в данных торговых точках, как правило, отсутствуют элементарные условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Нет ни воды, ни мыла, ни туалета. Как правило, отсутствуют документы на продукцию. Поэтому нужно приобретать такую продукцию в стационарных предприятиях. Это рынки, магазины, мелкородичная торговая сеть, киоски, палатки, которые расположены рядом с стационарными предприятиями торговли. Ну тогда удивительно, если действительно это небезопасно, почему тогда у нас такие вот рынки у дороги все же есть до сих пор, я встречаю. Какой-то контроль над ними же проводится? Да, у нас незаконная предпринимательская деятельность. За ней контролируют органы полиции, органы администрации. Управление Роспотребнадзора проверяет по факту угрозы либо причинения вреда. А может ли обычный покупатель взять данный арбуз и проверить его составляющую, так скажем? Куда нужно отнести? Самостоятельно можно отнести в любую аккредитованную лабораторию. У нас в городе их есть определенное количество. И как долго будет анализ проходить? Это зависит от того исследования, на который будет проводиться, на тот показатель, который будет исследоваться. Вот разрезанные арбузы и дыни, их продают в некоторых известных торговых сетях, покрытые пленочкой. Ну, в общем-то, с виду понятно, что не вчера это было сделано, а вот совсем недавно их разрезали. Вот они опасны, безопасны для человека? Можно такие брать? У нас продажа дынь и арбузов частями и с надрезами запрещена санитарными правилами. И это неспроста. Арбуз грязный снаружи, поэтому при разрезании все микробы, которые снаружи арбуза находятся, они попадают внутрь, в мякоть. А мякоть, она отличная питательная среда для развития микроорганизмов. Естественно, такой продукт быстрее портится, им очень легко отравиться. Поэтому, когда в торговой точке предлагают, продавец предлагает сделать надрез, чтобы определить его спелость, не следует пользоваться такой услугой. Плюс ко всему, ножи, которыми делают надрез, их просто негде помыть, они грязные, и что дополнительно увеличивает риск микробного обсеменения такого продукта. А как часто Роспотребнадзор проводит проверку сезонных фруктов? Роспотребнадзор проводит проверки в соответствии с 294-м федеральным законом. Это плановые проверки в зависимости от того, какой категории риска относится объект. И внеплановые – это по обращениям граждан, предпринимателей, юридических лиц по факту угрозы, причинения вреда или нарушения прав потребителей. Но здесь следует отметить, что внеплановая проверка по факту нарушения прав потребителей может быть проведена только при соблюдении претензионного порядка. То есть, если вам продан товар ненадлежащего качества, либо там вас обсчитали или еще какие-то нарушения прав потребителей, необходимо обратиться сначала к руководству магазина, либо к изготовителю некачественного товара. И если они не рассмотрят претензию, либо требования потребителя не удовлетворят, например, не вернуть деньги за некачественный товар, вот в этом случае следует обращаться в Роспотребнадзор, и тогда уже будет проведена внеплановая проверка. А вот в этом сезоне уже какие-то случаи ЧП с отравлениями такими массовыми, быть может, были? Нет, именно от овощей, фруктов, арбузов пока обращения не будет. Пока и будем надеяться, что не будет. Я знаю, что у вас работает горячая линия. По каким вопросам можно обращаться? Напомните номер, пожалуйста. Номер горячей линии 66 54 27. По каким вопросам можно звонить? По каким-то тематическим разбитым? По любым вопросам касающимся, особенно качества пищевых продуктов, сезонных товаров сейчас. В общем, про жалобы мы с вами, я так понимаю, поговорили, куда нужно обращаться, если есть претензия к товару, прежде к руководству магазина. Правильно? Ну, это на качество товара. А если вы отравились, тогда немножко другая схема. Другая схема, да? Вот если мы отравились, не дай бог, опять же арбузами. Если получили отравление, все-таки в первую очередь я бы рекомендовала обращаться в лечебное учреждение. Во-первых, вам поставят диагноз, во-вторых, назначат лечение, потому что само лечение недостаточно оптимальная мера. Кроме этого, после установления диагноза, лечебное учреждение направляет экстренное извещение, по которому управлением уже может проводиться неплановая проверка. В таком случае какого-то дополнительного обращения от потребителя не нужно направлять. То есть мы выходим по экстренному извещению. Если все-таки в больницу не обращались, лечились дома самостоятельно, тогда уже следует обращаться в адрес управления. Мы находимся по адресу город Барнаул, Горького, 28. Либо оставить авторизованное обращение на сайте управления, в сети интернет. Авторизация необходима для того, чтобы понять, что обращение не анонимное. Нужно указать свою фамилию, адрес, по которому должен быть направлен ответ. В таком случае обращение рассмотрено будет. Ну, коль сегодня мы с вами говорим о сезонных фруктах, вернемся опять к этой же теме. В каком месяце можно, не опасаясь за свое здоровье, арбузы, дыни кушать? У нас в регионе, естественно. Да, в Алтайском крае сезон созревания, естественный сезон созревания, это август, сентябрь. Поэтому я вот, например, не рискую пока ни дыни, ни арбузы приобретать. Вот так вот. Ну, детей не уговорить, понимаете. Купи и купи, все же хочется попробовать. В интернете появилась информация, что в одном из городов страны произошло массовое отравление. Ну, тут я уже про черешню, конечно. Вот эта ягода чем опасна? Можно ли ей отравиться действительно? В адрес управления жалоб на отравление черешни не поступало. Но в любом случае, если у потребителя возникают какие-то сомнения в качестве или в безопасности товара на любую продукцию, он имеет право запросить, и не нужно стесняться этого делать, нужно запросить документы на эту продукцию. В соответствии с действующим законодательством продавец обязан по требованию покупателя предъявить товаросопроводительную документацию на товар, содержащий по каждому наименованию товара сведения о подтверждении соответствия ее требованиям технических регламентов. В данном случае на пищевую продукцию это будет декларация о соответствии. Дайте несколько советов, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке фруктов. Вот сейчас, когда жарко на улице. Ведь многие предпочитают брать продукцию все же на рынке. Да, но в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид продукта. То есть это не должны быть продукты с признаками порчи, плесени, с нарушением целостности кожуры, с механическими какими-то повреждениями. Тут должны быть целые, неподвядшие, плотные консистенции. Конечно, размер в данном случае тоже имеет значение. Если это неестественно большой арбуз, то тоже возникнут сомнения, да, не напичкан ли он чем-то. Все-таки это должен быть средний какой-то размер. Следующая рекомендация. Обязательно в домашних условиях нужно промыть под проточной водой любые фрукты, тот же арбуз. Для того, чтобы исключить попадание микробов снаружи в мякоть. Если разрезали дома арбуз или дыню, то следует употребить ее в течение дня. В крайнем случае оставить на сутки в холодильнике. Больше хранить не рекомендуется такую продукцию. Ну и еще основные моменты, про которые мы уже говорили. Приобретать продукцию, конечно, только в стационарных торговых сетях, где есть условия и для хранения, и есть документы на всю реализуемую продукцию. На рынках, например, есть ветеринарная лаборатория, которая отслеживает наличие документов на все продукты, реализуемые на рынке. Поэтому ряд таких рекомендаций, я думаю, убережет наших покупателей от пищевых отравлений. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну и я напомню, что сегодня у нас в гостях Ольга Рузанова, исполняющая обязанности заместителя начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.